Привет, друзья! Привет всем гитаристам, музыкантам, начинающим, продолжающим, профессионалам, продюсерам. Я Виктор Фарафонтов, владелец студии Блюз Минус. Ну и известен, наверное, больше всего тем, что делал продакшен, аранжировки, звукозапись СМБ, Найку Борзову, Мара, ну и другим артистам, не принципиально. Вот, и смотрите, какая штука. Принесли мне на тест комбики Ерасов. Вот, смотрите, Ерасов. Вот, послушать, погонять. Я включил и охренел, честно говоря. Реально, вот, репутацию у Ерасова, она была какая-то такая, знаете, ну, типа, ну, Ерасов, так, ну, там можно поиграть в клубе, но не сравнить с маршалом с настоящим. Вот, но и то, что я услышал, это офигенный, это уровень мировой, сравнимый с маршалом. И мне как-то стало обидно за ребят, что их так вот в музыкантской среде и в среде прокатчиков не очень котируют. Я захотел снять ролик и показать, что реально звук прямо соответствует. То есть, он не то, чтобы он не похож, он свой, своеобразный, там, у них свои схемы, свой звук, но он такого же уровня, понимаете, породистый, годящийся для профессионального продакшена. Вот, съемку нам любезно делает магазин Pop Music. И там они, кстати, и продаются, эти Ерасовые в Pop Music, потому что сам я не умею с этими с камерами обращаться с камерами. Я вот только кнопочки крутить умею, так что вот ребята нам помогут. Вот они тут сидят, их не видно, но, в общем, такая у них судьба быть за кадром. Глянул я, что есть на ютюбе из роликов сравнения Ерасова там с западными комбиками и усилителями, и понял одну штуку, что делают эти ролики музыканты-гитаристы, которые не умеют записывать гитару, там, не знаю, через телефон пишут, или, может быть, как-то дома, через процессор, даже бывает такая дичь. Вот, и, собственно, непонятно, какой звук, нормальный он, ненормальный. Единственное, что вот я нашел нормальный ролик у Леши Романовского, который ведет телеканал, не телеканал, а ютюб-канал. По-моему, звук в руках называется. Офигенный, кстати, канал. Вот он молодец, он все правильно прогоняет, все по делу. И у него есть сравнение Ерасова-бульдозера с Мезобуги. Причем он сделал очень хитро, он пишет сплошняком и, не останавливая, и не говорит, где Ерасов, где не Ерасов. И реально непонятно, то есть звук продолжается, он одинаковый совершенно, никакой разницы нет. Вот, и кроме этого, собственно, тяжелого звука больше ничего нет. И я решил дополнить это еще попсовыми звуками. То есть вот поищите звук в руках и ролик про Ерасова, если вам тяжелый, именно нужен для тяжести, для альтернативы, для металла. А я вам покажу звуки для коммерческого продакшена. Потому что я занимаюсь в основном аранжировками и продакшеном, того, что вот там на нашем радио звучит, может там на каких-то еще, там типа, может быть, попадает на русское радио, инди, поп-рок, поп-рок, такой лайтовый. Вот, и здесь уже требуется такой продакшен высочайшего класса, где используются как раз топовые комбари, обычно вот Marshall, там, не знаю, Мезобуги, сейчас я их достану, Fender, и мы послушаем все это. Вот, и основная проблема в том, что ни одного нет ролика, где записано все это в студийном качестве, с настоящим, вот как вот мы здесь профессионалы в студиях, когда выпускаем настоящий звук, который потом идет в издании, в ротацию. И поэтому, собственно, вообще просто в интернете у людей нету звука, образца звука Ерасова. И поэтому даже нет возможности людям решить, хороший он, плохой там, неплохой. Вот, ну вот смотрите, я сейчас поиграю на Marshall, потом поиграю на Ерасове, и вы сами послушаете. Не будет точного попадания, естественно, это другой звук, я уже повторяюсь, но сама порода, то есть будет понятно, что это совершенно высочайшего класса международного уровня звука. Я призываю, вот, кстати, еще и прокатчиков тоже обратить внимание на это, что также для сцены это будет, ну, если это для студии нормально, для сцены это просто пройдет совершенно прекрасно. Друзья, еще такой момент, что мне кажется, что вот, как сказать, экспертность в гитарном звуке у звукорежиссера студии, вот как у меня там, я музыкальный продюсер, звукорежиссер, гитарные записи с моими звуками там на первые места в чартовую дюжину попадают, например, там вообще в чартовую дюжину нередко повыше, чем у такого среднего музыканта, который просто вот взял на ютюбе, сделал обзор прибора. И мне кажется, что вот именно этот ролик, он, как сказать, компетентно докажет, что прибор годный. Вот, еще не поверите, ребят, ни копейки мне никто не заплатил за этот ролик, ни поп-мьюзик не заплатил, ни Играсов не заплатил, ничего не подарил мне, никакого там комбаря, даже провода от кабинета он мне не подарил, ничего, вот просто вообще, просто так вот на энтузиазме, вот верьте, не верьте, просто чтобы помочь нашему производителю, чисто из патриотических чувств я вот это все делаю. Ну что, давайте послушаем маршал. А теперь переключаемся на Yerasov Hammerhead. О, охрененно! Вот, смотрите, ребят, я вам сейчас покажу то, о чем я говорил, что у него есть свой собственный перегруженный канал, он, в принципе, тоже охреннический. Кому-то такой звук даже больше понравится, но если была задача вот именно ближе к маршалу, то с примочками оно немножко ближе звучало. Но, естественно, это все не научно, я не могу, я вот сейчас, пока мы переставляли микрофон, я даже забыл, что я играл, к сожалению, так что, ребят, смиритесь, слушайте, как оно получится, в принципе, звук. То есть у нас же нет задачи научно все это показать, а просто вот, что порода звука примерно та же. Вот, и еще пару слов надо сказать о том, что вот маршалов включался без примочек, у него есть свой перегруз встроенный хороший, в Яросове тоже есть свой перегруз, но его характер мне чуть меньше нравится, я его позже вам покажу, и поэтому я подобрал звук на Яросовских примочках тоже, вот, смотрите, вот они замечательные совершенно. В качестве грелки вот этот Distortion, а в качестве основного перегруза 5000 вольт, тоже новая серия хорошая. Вот, и я даже, мне, честно говоря, даже вот эта вот система больше нравится, когда перегруз делается примочками, а не внутри комбика, потому что очень редко внутри комбика мне нравится, вот только вот на 900 он нравится, на Mesa Buggy не нравится, на Fendry не нравится, и мне гораздо интереснее самому примочками подобрать нужный звук и управлять им более тонко таким образом. Так что для меня эта система даже более годная, вот, а, ну, там, для каких-то особо упоротых, убежденных, там, гитарных, не знаю, экспертов, они скажут, что это не трушно, что трушно только проводом в комбарь, я считаю, это фигня, это предубеждение. Ну, смотрите, вот мы записали кусочек звука такого, кусочек такого, но еще я хочу для полноты картины записать вам это все, как оно будет звучать в полноценном уже продакшене, именно с барабанами, там, с вокалом, в нормально сведенной, записанной коммерческого, как бы, уровня записи, и чуть позже мы к этому перейдем. Вот, а сейчас я хочу показать другой тип. Ну, вот, смотрите, обычно в продакшене, в профессиональном три типа звука используются. Дисторшн вот такой вот легенький, потом клины и чуть-чуть такой кранчевый подгруз. Ну, вот, давайте сейчас перейдем, посмотрим, поищем, что такого в Ярасове есть какого-нибудь кранчевого подгруза. Вот, друзья, смотрите, мы переставили тут комбики, пока вы там куда-то уходили, и я вам покажу теперь клиновый звук. Ну, вот я, как и сказал, да, три таких основных звука для коммерческого продакшена, и клиновый, это как бы, ну, чистый звук без перегруза, один из самых основных в папсе, там, в том, что на радио должно пойти. Вот, смотрите, сначала Fender. Субтитры сделал DimaTorzok Не обращайте внимания на то, что я сейчас плохо играю, у нас тут второй день съемки уже идут, я жутко устал, руки не слушаются. Если хотите посмотреть, как я играю, послушайте лучше на моем сайте, аранжировка.рф, там есть примеры моих работ, вот, а во время видео хорошо невозможно, потому что надо одновременно болтать, одновременно все переставлять. Это столько энергии, вот, не поверите, что просто хорошо что-то еще сыграть, там, хороший звук делать невозможно. Вот, переключаемся на Ярасова. Естественно, поскольку это клиновый звук, тут никаких примочек не надо, здесь все как раз напрямую проводом, трушно, как вы любите. Субтитры сделал DimaTorzok Минор же там был у нас. Вот, друзья, смотрите, еще раз повторюсь на всякий случай, потому что уже ролик давно идет, и вы, наверное, забыли, что здесь нет цели сравнения, там, в лоб-лоб, нет такого, что Ярасов должен повторить, там, какие-то западные комбики. Это просто, чтобы показать, что примерно качество звука и, как бы, как сказать, породы звука на одном уровне, естественно, они по-разному звучат. Да, вообще, невозможно даже два одинаково звучащих комбика найти, там, Fender разных годов, или это Marshall разных годов, совершенно по-разному звучат. Там, не знаю, даже просто лампы поменять, там, другие лампы поставить, уже будет один и тот же усилитель звучать по-разному. Вот, и теперь переходим к самому сложному звуку, который даже многие гитаристы не подозревают его существованию, такой подгруженный кранч, который очень активно используется в попсе, в продакшене попсовом, в фанке он активно используется, и этот звук очень трудно получить без дополнительных примочек даже у западных комбарей. Вот мне не нравится этот звук ни на одном, там, ни у уронжа, ни вокс не может его не сделать, мезобуги не может, фендер не может, поэтому смотрите, чего я использую. Я беру примочечку, там, какой-то овердрайв небольшой, моя любимая, это Мюллер. И потом мы с помощью Ярасовского, аналогичного такого вот небольшого драйва, посмотрим, как Ярасов работает. Вот, теперь слушаем Ярасов Blue Space. Вот, друзья, и теперь смотрите, выключаем Мюллер. Мюллер, Мюллер, как вы, Мюллер, Мюллер это китайцы дешевые. Включаем совершенно потрясающий прибор, Китти Буст. Я просто охренел, когда его получил, я в жизни лучше Буста не слышал. На этом Бусте, на Ярасовском, на нем даже как-то легче играть, как-то пальцы там сами передвигать. Я вот сейчас очень устал, мне трудно играть, потому что долгие съемки были, а все равно я включаю этот Китти, и прямо вот вдохновение появляется. Послушайте. Мюллер, Мюллер. Охренеть, на самом деле. Вот тут вот, по-моему, сейчас, конечно, мы послушаем из колоночек, но вот так вот в прямую, блин, Ярасов прям впечатляет. Мезо отдохнуло. Блин, друзья, что я забыл сказать-то, еще одна примочка есть у Ярасова, совершенно она меня сразила, даже, не знаю, как называется, 7000 вольт она называется, для хайгейна. Я вот такую примочку искал западных и так и не нашел. И вот, наконец-то, наконец-то попался правильный хайгейн. Единственное, что мне сейчас неохота струнную переставлять на пониженный строй, чтобы правильно показать хайгейн. Не получится правильно, но кто знает, тот поймет. Кто хайгейн разбирается, те знают, что шестиструнная с нормальным, с непониженным строем звучит вот так вот. Вот, народ. И последнее, что я вам хотел показать, как это все ложится в профессиональный продакшн. То есть, уже в сведенную, профессионально записанную колбасу, которая, в принципе, по звуку должна приближаться уже к радийному качеству. Вот, естественно, можно я скажу такой дисклеймер, типа, что, поскольку мы снимаем видео, то все силы уходят на видео, на болталку, на подготовку к этому видео. Это все очень тяжело. Я сам в шоке, не ожидал. Вот, ребята не дадут соврать, хоть вы их и не видите. Вот, и поэтому хорошо сделать невозможно, не получается. Но просто, чтобы вы какое-то общее представление имели об этом, что вот как оно с живыми барабанами, с нормальным басом, с нормальными звуками живет вместе с юрасовским звуком. И, опять же, тоже хочу сказать, что то, что вот я набросал, это просто для того, чтобы не было страйков на ютюбе. Я не мог взять какой-то коммерческий продакшн серьезных артистов, которые я пишу. Просто это видео забанят на ютюбе, и все. Вот, что мы добьемся. Поэтому я взял какую-то свою песенку, которая не получит никаких там страйков. За пару часов набросал там какое-то подобие, я не знаю, там, партии, аранжировки. На самом деле, конечно, аранжировка делается там 3-7 дней. Вот, это просто чисто, чтобы вам показать. Так, ну что, давайте, приступим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, поэтому призываю вас обратить внимание на отечественные приборы, покупать их. Причем это общая штука, это касается не только комбиков и усилителей, до хрена всего такого русского. Микрофоны, предусилители, даже тарелки, барабаны, гитары, что я использую реально в своей работе, мониторы, которые не уступают ничем западным, естественно, в той же ценовой категории. А прокатчикам надо обратить внимание и закупаться и расовыми теперь. Ну все, до свидания, друзья, что-нибудь еще потом снимем. Так, у нас синхронно по импульсу был. Сейчас гитара выключена, а, выключена, да? Выключена, но можно включить. Просто, прям, что-то, там, любую сторону дернув. Все. Я думаю, поэтому засинхронимся. Ага. Если что. Так, можно, да? Ага.